что же дорогие мои как я смотрю этот формат вам вполне себе зашел такой бесценарий и я счел нужным для себя ответить на некоторые ваши комменты по нескольким последним видео спасибо за то что уделили время посмотрели ответили нашли в себе силы написать правду чему я несказанно рад и вот вопросы от друзей они собственно ну не то чтобы повторяется но сводится к одному зачем ты выносишь ссор из избы рассказывая всю вот подноготную то что творится в нашем движении типа таким образом я как бы просто прославляю прославляю ментов и унижая коллег ну что же вы имеете право на такое мнение с которым я могу соглашаться или не соглашаться но для себя сочту нужным просто ответить вы знаете я буду об этом говорить потому что грош на всем цена если мы будем вскрывать такие вещи которые творятся в нашем движении выносить ссор из избы конечно же надо и выбрасывать его на помойку а не заметать под ковер если мусор заметать под ковер то очень скоро наш наш дом засориться и превратится в помойку кстати мы уже на полпути к этому так вот повторюсь что я крайне возмущен тем что многие мои коллеги по правозащитному цеху по оппозиционному движению журналисты когда они добились какого-то успеха и уж тем более если добрались каким-то чудом до какого-нибудь бюджетного или гуманитарного корыто то теперь они полагают что теперь только они имеют право доступа к этому источнику благоденствия к финансовым потокам грантам к премии все и больше никто вот так они полагают они никого близко не подпускают какие-то чудаки с очень большой буквы м открывают даже какие-то экспертные центры которые решают кому давать гранты кому не давать кто настоящий оппозиционер а кто там внедренный агент каких на каких основах кто им давал это правы кто такие вы черт вас побери обыватель и без моих слов понимает что что-то происходит не то вы свернули куда-то не туда если уж ситуация с правами человека ну я говорю о центральной азиатском регионе с каждым годом только становится хуже и хуже после вашего вмешательства с 2005 года помню закрыли офис human rights watch амнистии international еще раньше закрыли выгнали сороса выгнали еще тут повыгоняли все международные правозащитные организации где ваши протесты друзья куда вы свои языки по засову туда откуда ноги растут а здесь повторюсь почему я собственно начал все вот это вот освещение всех этих проблем потому что вместо того чтобы приложить общее усилие к свержению диктатору борьбу за права человека мы большую часть сил средств денег тратим на борьбу друг против друга полагая что только вот его точка зрения единственное верное а все кто с этим не согласен тот враг идиот дебил там внедрён на агент и так далее вы реальные дебилы люди коллеги я буду об этом говорить ну чтобы далеко не ходить за примером вот в прошлом году как я сказал варшаве я предложил двум нашим известным дамы из правозащитного движения хотя я их называю правозащитниками с очень большой натяжкой я не вижу никаких результатов их дел статистические отчеты да дайте хоть какие-то результаты вашей работы сколько людей вы освободили из тюрем сколько вы избавили от пыток сколько но вообще но друг друга дерьмом поливает и в том числе меня там на меня брызги нет нет попадать так вот я им предложил девушки мы разные как пальцы на руке и это нормально это нормально что мы разные у нас другое мнение это абсолютно нормально то что мы спорим иногда ругаемся это тоже нормально в споре рождается истина давайте зароим этот топор войны объединим наши усилия а вместе мы сила против ненавистных нам диктаторов и будем добиваться каких-то результатов сколько ушат помоев на меня вылили все да как ты смеешь защищать ее а говорила одна как ты смеешь вставать на ее сторону говорил другая не встаю ни на чью сторону я просто хочу чтобы на моей родине были закрыты концлагеря в том числе лагеря смерти один из них был закрыт я считаю что в этом достижении закрытие концлагеря джаслык есть маленькая доля моего труда и чем я несомненно горжусь закрыта экспериментальная секретная клиника чукурсай где на живых людях ставили медицинские эксперименты и это я прошел на своей шкуре прошло уже более 26 лет и последствия это ощущают до сих пор на себе я предложил тоже считаю есть какой-то маленький процент моего участия чем я тоже несомненно горжусь а вы что сделали вы умеете разворовывать гранты вас вы освоили этот грантовый и премиальный бизнес а это бизнес я знаю что вы делите даете откаты вы распиливаете премии я это знаю я не знаю каких объемах я могу догадываться и суммы там проходит не маленький и все кто подкатывает к вам со своими проектами вы им даете предложение либо ты под нами либо никак потом самым наглым образом вы воруете эти проекты делите их на части чуть-чуть меняете название и потом публикуете якобы свои вы жульё вы лицемеры вы преступники которых надо судить и вот что я вас думаю дорогие мои коллеги то же самое касается оппозиционного движения где акция протеста посольство узбекистана где могут украинцы молодцы они по крайней мере здесь по норвегии я вижу каждый день они вот уже полтора года выходят посольству россии и устраивает там акции протеста и собирают ну достаточно нормально людей до единственное у них в лидерах там не совсем есть изменяемые некоторые подчеркиваю некоторые большинство то адекват но как раз в предыдущем ролике я сказала красотой ложечки дегтя так вот вы ничего не делаете я вижу ваши только статистические отчеты вы говорите мы этим не занимаемся книг мы не публикуем этого мы не делаем и не делаем вы статисты мы этого не можем сделать мы не можем повлиять то же самое обращаясь к вашим вышестоящим организациям международные правозащитные организации когда я к ним прихожу со своими проектами они ведь мы этим не занимаемся а вот этого мы не делаем мы ничего не можем сделать мы не можем повлиять на ситуацию с правами человека скажем в том же узбекистане или туркменистане у меня тут же автоматом возникает серия вопросов но ограничить несколькими 1 нахрен вы нужны тогда если вы ничего не можете сделать это ваши уставные задачи вы их не можете сделать ничего он тоже говорит мы ничего не можем сделать комитет попытка против пыток ничего не можем с этим поделать на хрен вы нужны тогда закрывайтесь уходите увольняйтесь уступить им место таким как я смогу я знаю я смогу сделать я знаю как это сделать начиная с 2005 года почему собственно меня это все и заводится я прошел через лагеря и что такое пытки я знаю на своей шкуре мне много врагов даже им я не желаю пройти хотя бы сотую долю того чего я прошу даже своим врагам которые меня туда отправили в этот ад так вот дорогие мои если бы начиная с 2005 года вы не вставляли бы палки в колеса моей проекты а я имею 2006 и диктатор ислам каримов подог бы от инсульта не 2016 а лет на 10 раньше понимаете в чем о чем я после публикации других книг и при вашей информ поддержки при тех ресурсах которые у вас есть мы бы смогли развить эту тему и несколько я уверен сотен тысяч человек были бы на свободе многих бы мы избавили от пыток от концлагеря очень многим мы бы сократили сохранили жизнь простите чуть не говорил спорта волнуюсь очень очень многим мы бы сохранили жизнь воссоединили бы семьи палачи предстали бы бы перед судом и ответили бы за свои преступления однако что вы предлагаете мне давай публику книги под нами убирает бери нас авторы и я не имею никакого права на гонорар ну хрен с гонорарами но в любом случае гонорары они будут распределять мне как автору по остаточному принципу то есть грубо говоря что сочтем нужно придадим остальное уходит не пойми куда кстати хотелось бы посмотреть в каких квартирах живут эти коллеги на каких машинах ездят и имею ввиду вышестоящих дорогие мои разве я многого хочу я всего лишь хочу чтобы многие люди не прошли через тот ад который довелось пройти мне я хочу чтобы не было пыток я хочу чтоб такие изуверы как ислам каримах но он уже надеюсь что там черти в аду приготовили ему специальный котел погорячее я хочу чтобы такие изуверы как путин шойгу герасимов пригожин кадыров все они ответили за свои преступления я хочу чтобы такие страны как туркменистан узбекистан северная корея иран какие там еще эритрия все они были свободны от пыток от политических репрессий чтобы не было вот этого мракобесия стали сталинизмом вот этого ну дорогие мои коллеги скажите пожалуйста а вы чем отличаетесь от тех кого вы критикуете вот взять к примеру белорусскую оппозицию с которыми я так поверхностно вот из вас каждый второй точный идиот такой же как каждый первый у вас куда ни ткни все шпионы все внедренцы кгб все там друг за другом следят друг на друга стучат возьмем для примера российских не позиционеров тел блогеров знаете был такой блогер как был заблокировали дмитрий иванов ю тубе больше известных как камикадзе дим его закрыли канал как мне кажется вполне справедливо почему почему потому что в его роликах даже посмотрите такового года он малейший ты только попробуй пукни в его сторону не так у него все ты сразу агент фсб тебя завербовали и прочее и прочее и ты что видел договоры какие-то заключенные и когда закрыли его канал он сразу стал рассылать письма в том числе и мне будут заступитесь я вот потерял многомиллионную публику ну другой момент что открою новый канал дай сообщение через полтора месяца восстановишься для этого мозги на это имеешь крайне я ему тут же напомнил историю про алексей навальна про илью яшина про георгий или григорий албуров у него в роликах везде а вот он албуров там или яшин дает какое-то интервью а камикадзе комментирует тут же ставит на паузу да да с ним хорошо фсб поработать с ним его правильно завербовали фсб вот в наших краях откуда я родом есть такое выражение товарищ сталин постарался там где я родился вырос туда всылали бывших отсидевших врагов народа которые отмотали честно свой четвертак и они крылья побольше так там у нас было такое выражение подтянуть за метлу если не ошибаюсь в россии это называется отвечать за базар вот у нас ташкенте боевого подтянули бы вот так вот за метлу момент сказал а говори бы с чего ты взял что он агент фсб плюнул отвечай с чего ты видел договор какой-то подписаны секретные что как-то договор сотрудничестве как-то рапорт какой-то они подписывают ты лично присутствовал когда его вербовали с чего ты взял поэтому за него никто практически никто не заступился так и с другими оппозиционерами это касается и российской оппозиции и белорусской оппозиции и узбекистанской оппозиции туркменистанской оппозиции нас ребятам из таджикистана часть та же самая хрень абсолютно та же самая хрень везде есть ребята с азербайджана тоже то есть и везде то этот правительственный это завербованный это чмо этот презерватив этот пассивный гомосексуалист не буду говорить и так далее и так далее и так далее все гадят на всех вы занимаетесь чем угодно только не тем чем надо надо заниматься защитой прав человека и свержением диктаторов хоть что-то для этого делать лидеры оппозиционных движений кто из вас вышел там на местные партии попросил какой-то бюджет я бюджет попросил куда он ушел на борьбу скажем с тем же путин лукашенко мерзиё его мне никто не даст я не попадаю под под их стандарты я я белый я не мусульманин я не гей не никак ну никак я бы в их в их понимании я не не попадаю хотя они много обо мне не знают грустно всего этого и положа руку на сердце из как говорится из двух зол лучше выбирать наверное меньше я знаю многих из я говорю о своей узбекистанской правозащите и оппозиции я знаю вас практически всех и мое мнение такое я очень боюсь если вы придете гости потому что если сейчас еще не добравших до власти его вам до власти когда пекина раком вы собачитесь тут за каждые центры а когда какие-то денежки получаете тут же развороте его пилите покороны кидаете свои союзники я недалекий пример так вот чем вы пускай лучше он пускай пока шурик сидит да он узурпатор да он диктатор да он чмо дал не хороший человек но вы ничем не лучше его я общаюсь белорусской оппозиции у вас каждый второй невменяемый каждый второй у вас невменяемый более-менее кто пока еще внушает какое-то вот уважение ну может я не со всеми знаком это ребята из туркменистана из таджикистана азербайджанцы меня очень радует молодцы ребята я имею ввиду оппозиционные правозащите там конечно грязи много ли это есть даже те с кем я раньше сотрудничал стали сейчас слугами режима от этого конечно печально все ну ладно уже за рамки к таймс линии вышел пора прощаться всем удачи пишите в комментах что вы об этом думаете я искренне рад буду любому вашему мнению любому все пожелания вопросы проклятие все суда внизу в коменты пишите пусть люди видят всем добра все пока пока